Равнодушные к глазу прохожих бродящие кошки и собаки, холёные домашние любимцы, сколько их в Саранске, подсчитать количество никому не под силу. Многие животные даже в домах и квартирах живут незарегистрированными, хотя и их хозяева обязаны это делать в государственном ветеринарном учреждении. Сюда приходят, как правило, за экстренной помощью или на вакцинацию. А вот, собственно, регистрировать собак и кошек, увы, всего лишь 180 животных здесь зарегистрировано, кошек из них только 25, сейчас-сейчас. А это нарушение законодательства. Спасибо вам большое за нашу кошечку. Пусть Анфиса живёт долго, но в случае что, где будет хозяин её хоронить? Вот этого я не знаю. У нас, слава богу, пока ещё все живы-здоровы. А в случае ещё не дай бог? Не знаю. Эта женщина привезла сюда свою собаку, подстреленную кем-то в лесу. Помощь ей уже оказали. Сама хозяйка надеется на долгую жизнь своей любимцы. Она точно знает, где хоронят домашних животных. Только в лес заходишь, по тропинке довольно много разных могильных мест. Уже сотни могильных холмников возвышаются на стихийном кладбище. Последнее совсем свежевырытое. Вот здесь находят последний покой белки, стрелки, пушки. Это зона недалеко от северо-западного района Саранска. Ещё одно несанкционированное кладбище раскопано и в зелёном массиве, в лесном массиве юго-западного района. Так куда же обращаться в случае смерти своей собаки или кошки? Ветеринарное учреждение, ну так как на авиационной заводе есть отдел патологотомической ветеринарной лаборатории спубликанские, то есть там на месте обследуются трупы животных. А вот так граждане хоронить животных запрещено. В Саранске же официально не зарегистрировано ни одно кладбище для них. Нет же нормативной документации, чтобы кладбище соорудить для животных. Но она нет и суда нет. Между тем, за нарушение правил по содержанию животных... Там штрафы идут согласно Кодексу административных правонарушений. Регистрация своих лохматых питомцев и сообщение о их смерти пока единственный правовой выход из возможной проблемы. Маргарита Шаинова, Денис Песков, Вести Мордовия.